Добрый день, Валерий Константинович, Сергей Валерьевич. Сергей это Сыт. Жил в первом крае Горь Кунгур. Пересмотрел все ваши видеоматериалы, начиная с девятилетней давности. Очень интересно. 9 лет. Бедная, бедная. Супер полезная информация. Нравится ваша воодушевленность. У меня возникли сотни вопросов. Да. Слава Богу, тут немножко. Нужно олиобликос вопыление. Тогда вы еще описываете 2, может 3. Я отвечаю так. Здесь каши массы не испортишь. Здесь должно быть 4, 5, 6, лучше 10. Вот. Потому что опыление такая вещь, тонкая. Если сорт А может опылить сорт Б, а сорт Б, сорт А замучитесь ждать. Тогда чтобы сорт Б опылился, нужно сорт В. А чтобы опылился сорт В, нужен или сорт А, или сорт Г. Тогда получается вот уже 5. Вот. Ну, считайте, я на вопрос ответил. Чем больше, тем лучше. Я показываю, смотрите. Вот эта фотография, да? Вот. Это в моем саду. Вот так это выглядит. Ну, я бы мог тут целый час рассказывать про задернение, про холмы. Вот. Главное, что в данный момент опыление. Так. Это было. Так. Ну, понятно. В этом году. Свежая фотография. А теперь смотрите сюда. Вот. А не на девушку, на эти. Смотрите. Вот это вот уже десяток. Сразу. У меня их сотни, но показывают десяток одновременно. Проблем с опылением нет. Согласны? Согласна. Типа. Ну, это предел для любителя. Ведь у меня любитель спросил. Вот столько садите. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Садите густо. Не бойтесь. Вот и дальше. А это уже для профессионала. Всё. Хотите иметь питомник в воздушный матричный сад? Загадка хэ-хэ-века, хэ-хэ 22-го гяка, заключается в том, что садов нет, а саженцы есть. Как они умудряются? Вадим. До сих пор не знаю. Вот. И это для профессионала. Вот именно такой сад даёт огромный урожай. Потому что здесь уже гарантировано 100% опыление. Если нет, опять же, весенних заморозков. Следующий вопрос от дамы. Бывает ли груша памяти яковлево летняя? У меня растёт такая. Плоды созревают в августе и не хранятся. А у вас написано осеннее. У вас другой сорт. Скорее всего, не обязательно другой. Может быть, у вас теплее. И память яковлево созревает в конце лета. А у меня, вот мои доказательства. Почему я считаю осеннее. Давайте смотрите мою фотографию. Смотрите, висит груша. То есть, вы поняли. Висит груша. Внимание! 11 октября 2021 года. Октября. Середина октября. К этому времени листья уже холодные. Листья пожухли. Уже начинается покрываться паршой. Но это уже не болезнь. Это уже осеннее увядание. Мы тоже покрываемся. Можно сказать, что и паршой. Согласно, нет? Пигментные пятна. Не слышали о таких? Вот. И получается следующее. Если у вас тоже осенняя яковлево. А, ой, это память яковлево. Но она великолепный, вкуснейший сорт. Прямо из первой пятерки. И у меня лето короче. Раньше поступает зима. И получается, что она мне осенняя. Бывало, в отдельных веках висели до снега. А у вас, значит, теплее. Считается летнее. При условии, что у вас тоже. Это память яковлево. Будет ли на продажу сливогрушевидный? Очень понравилось. Тоже мне опылитель. Значит, если вы говорите о черенках. Осталось несколько черенков. Так. Вот. Это первое. Если у нас же косточки. Осталось немножко, несколько десятков косточек. Все практически закончилось. Почему? Это был особый год. Дичайший засух. Амрикосы не заметили. А слева, извините, с короткими корнями заметили. Где-то короткий корень плюс. Помните, короткие воды. А где-то минусы. Вот получилось так, что... Это я взял, вынужден был взять старую фотографию. Так. Вот. И теперь грушевидное. Грушевидное это народное название. А настоящее название это груша. Ой. Это слива сорочерская. С Украины. Вот. Теперь. На всякий случай. Пользуюсь случаем. Художник. Все нормальное. Художник, волшебник. В одном лице. То есть, привел на абрикос, получил вот это чудо, которое не может быть никогда. Вот. Видите. И еще клялся не раз в своих фирмах. Я брал железо в синий. Я брал железо в синий. Вот такой. Вот это крутые планы. Следующий вопрос. Если у вас написано, открытая корневая система, то корни не обрезаны. Когда закрытая корневая система, то закрытая, то есть, в горшках, там корни практически целые. Немножко повреждаются. Там дырки, они пролазят через дырки. Когда выкапываешь чуть-чуть. А когда открытая, я не говорю, что корни не обрезаны. Да, они не обрезаны. Они обрублены. А обрублены. Вот для того, чтобы затыкать такую пасулку. Да еще, учитывая, что она целиком не влазит с корнями. Но корни стараемся максимально сэкономить. То есть, сохранить эти корни. В 19 веке идет подрезка корней. Глупость глупейшая. Дикость дичайшая. Идиотизм идиотский. Вот это вот. А перенеси в 20-21 год. Вот понимаете, только потому, что сами никогда ничего не раздумываются. Только ради лайков. И вот эту схему опять. Центральный корневчик. Или, как я вам показывал. Все всасывающие корешки на схеме отрезаны. А вы спросили по корней. Повторяю. Корни не обрезаны. Но частично нарушены именно лопаты. То есть, обрублены. Где можно посмотреть каталог корших деревьев на весу 27 года? Так. Значит. Каталог деревьев. А она дальше пишет. Я сама прививкой не занимаюсь. Поэтому хочу приобрести ваши санкции. Девять раз звучало, звучало. А я все-таки решила покупать готовые. Надеюсь на ответ. Я убрал фамилию. Путь будет Наталья Юрьевна. И тогда я пишу официально. В этом прикрепленном каталоге семян. Есть информация о сыне Сергея Железова. Он и жена Татьяна Железова. Звоните ей. 8-913-444-39-78. Выращивает и рассылает санкции. Дело в том, что я в Наталью Юрьевна вас отправил. Куда послал? Сюда. На вебинар. Вот. Поэтому. Вот теперь. Вот вам ответ. Ну. Выслал еще и напрямую. Но. Постраховка такая. Вот. Пожалуйста. Если вы хотите, выращивайтесь в готовых санкций. Продолжение следует.